Окей, фоткать! Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами, друзья, играем в потрясающий, как говорят, хоррор проект под названием Мэдисон. И если мне память не изменяет, то мы уже с вами играли в демо-версию этой игры несколько лет назад. И вот здесь, если я нашел этот видос, то он вот здесь сейчас появится, у вас всплывет, чтобы вы освежили память. Короче, сей игровой продукт обещает нам много неприятных, но в то же время кайфовых моментов, потому что чем стремнее, тем мы больше будем кайфовать. Правильно? Мы же все с вами такие мазохисты. Мы любим так, начать подтверждение... Да сколько? Сколько подтверждений, сколько вопросов. Эти игры современные, такие неуверенные в себе. Ты уверен, что хочешь поиграть? Нас, конечно, блин, уверен. Я тебя купил, я тебя запустил. Что я, по-твоему, собираюсь делать? Конечно же, играть. Думаешь, эти все предупреждения меня как-то испугают, заставят меня отвернуться, убежать, закрыть глаза? Нет. Я буду идти вперед с этой камерой. И, кстати, в этой игре можно выбирать разные типы камер. Я решил не выбирать ничего. Буду играть с самой стандартной дефолтной камерой. О, господи. Моя голова. Господи. Господь тебе не поможет. О, я поставил, видите, такую опцию, чтобы камера двигалась очень плавненько. Надеюсь, мне это не будет потом мешать. Потому что это как-то неестественно выглядит. Ответь мне на это. Просто ответь! Папа. Свою же семью. Свою же кровь. О чем ты, черт возьми, думал? Отец, пожалуйста. Что, черт побери, тебе в голову влезло? Пожалуйста, поговори со мной. Что с тобой происходит? Ты разрушил нашу семью. Что мне теперь делать? А что мне теперь делать? Что мне делать? Я не могу к нему пробраться. Хватит. Бать, перестань. Папа нас в чем-то винит, но кажется, это не мы убили свою семью, а он именно это сделал. Стоп, а вот это что такое? Я могу это взять? Какая-то... Там что-то есть. Взаимодействовать? Оу. Нет, нет, нет. Этого не может быть. Влево? Господи. Влево... А, да, влево-вправо. Вот мы, видите? Смотрим назад. Приблизить, отдалить можно. Окей, схватить. Мы добавили в инвентарь. Пап, ну хватит. Ты опять перепил, пожалуйста. Давай, иди проспись. Это мы лучше выключим, потому что, ну, ужасно. Пойдем вот сюда. Все, пока-пока. Я потом вернусь. Попозже. Я не могу, кстати, ничего сделать здесь. Разве что я могу использовать солнечный короб. Но я не могу его использовать. И фонаря у меня нету. Значит, мне нужно включить лучше телек, чтобы он что-нибудь осветил здесь. Бегать я могу? Бегать могу. А, мы еще можем сюда зайти. Повернуть. О-о-о! Нифига, тут сразу все с паззлов начинается. Блин, я люблю всякие паззлы интересные. Давайте что-ли сюда посветим. Нужно найти ручку. Окей. Ручка, ручка. А что это за строительные блоки? Для чего они здесь? Итак, что это у нас? Читать. От твоего кузина Ромео. Улица Малкламор 660... Э, 626, извините. А что написано-то? Непонятно. Там нет письма, что ли? Просто конверт. Ручки здесь нету. Папа там все еще стоит возле двери. Стоит, психует. Давайте еще раз попробуем позаимодействовать с письмом, но уже внимательнее. Итак, мы можем приблизить, читать, повернуть назад. И все будет то же самое. Здесь ничего нельзя с этим сделать. Ладно. Все. Бросили. Бросили письмо. А теперь рукоятка. Да, блин, телек. Повернись туда. Мне нужно комнату лучше увидеть. Ага. Вижу тебя. Вижу тебя. Судя по всему, да, это она. Нашли. Отлично. Мы можем ее использовать, и мы что сейчас? Типа свалим через мусоропровод? Молоток. Отлично. Против Бати будем защищаться. Нет, на самом деле, молоток нам нужен, чтобы те доски выбить. И мы сможем уйти в другую часть дома. Давай. Блин, он там стоит, плачет. Что он там наделал? Я просто, дожди, представляю, что он наделал? Ух, блин. Дай мне не сын. Ты не сын мне. Пойдемте, ребят, пойдемте отсюда. Блин, как жутко. Священник был прав. Давай. Может, я смогу выбраться через дом от деда? А, он дед наш сосед. Я должен выбраться отсюда. Блин, вот так плохо видно же. А это что? А, я не смогу вернуться назад. Да я и не хочу. Кто захочет вернуться назад, когда с папой такое творится? Только вперед, ребят. Только вперед. И, кстати говоря, название игры пишется Mad и Son. Типа, I Mad Son. Я безумный сын. Мы не можем зажечь? Не можем. Здесь тысяча замков. Дед, ты что, угораешь, что ли? Столько всяких пазлов здесь, чтобы просто выйти из дома. Хорошо, нужно что-то треугольное. И здесь непонятно, что нужно. Я не могу присесть. Я могу только идти. Хорошо, матч вы пришли, да? Получится. О, блин, начинаются звуки. Да! Я прям вспомнил это место. Так, нужно выбраться, пока папа не заметил, что я здесь. О, нет. Да, все это начинается. Все это начинается. Здесь должно быть... Не была ли здесь дверь? Все-таки, думаю, может быть, не папа здесь виноват, а именно я виноват во всем. Я сделал гадость. Окей. Идем тогда сюда. Тут, походу, часы у нас, да? Снимаем. Окей. Время. Слышно, что-то открылось. Дверь открывается. Ну-ка. Открыть. У-у-у. Осторожней. Здесь ничего нету. Ничего нету. Ну, может быть, в часах что-то было? Я уже не помню, как я в прошлый раз проходил, что я делал конкретно. Ну, по-моему, нужно просто туда-сюда ходить и ждать, пока что-то откроется. Вот. Вот эта комната открылась. А! Да. Да, 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 да. Я тебя помню. Опа. Картина. Картина. Дед с фотиком. О! Так, здесь ничего нету. Нам нужно найти пульт, наверное, да, чтобы включить телек. Этот телек вообще дистанционно работает. Все эти люди, у них глаза, это одни и те же, один и тот же человек. Смотрите. У них нет глаз. И местные новости. Оставшиеся вещи, принадлежащие семье Хейл, были, наконец, выставлены на аукцион, принеся почти 3 миллиона долларов. Среди выставленных на аукцион предметов были картины, вместе с небольшим количеством золотых и бриллиантовых украшений. Но самое интересное была мгновенная камера мисс Хейл, которая, наконец, нашла нового хозяина. Уже прошло 30 лет с пресловутой серией убийств, и, смотря на многочисленные аукционы по продаже имущества семьи, никто прежде не покупал ее камеру. Для зрителей, незнакомых с историей, Мэдисон Хейл убила свою собственную семью во время колдовской церемонии. Она была смертельно ранена в живот офицером полиции, который заставил ее на месте преступления. А теперь о погоде. Да. А теперь о погоде. Фу, 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 фу. Окей, что это? Дедушка был прям как отец. А сзади у нас Альберт Мэксуэлл. 1968 год. Ничего интересного здесь нет. Свечи здесь зажигать не нужно. И вот подарок для меня. А, мой подарок на день рождения? Лука-16. Как он здесь оказался? Меня зовут Лука? Лука? Приблизить... А, взаимодействовать. Камера! Лука. Окей, хорошо. Зажмите, чтобы использовать камеру, чтобы снять. Окей. Все. Понял. Будем снимать. А это? Пим. Понятно. Здесь ничего такого нету. Граммофон. Должно быть сломано. Погодите, разве? Нет. Это не сломано. А вот это что такое? Это ключ! Перестаньте, перестаньте. Ладно, это просто сломано. Здесь ничего не здесь. А вот ключ мы можем... Нет, нет, нет. Погодите, а может быть нам нужно сфоткать? Смотрим. Приблизить. Кто? Да я двинул стул! Или он сам? Потрясти. А, потрясти. Трясись, 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 трясись. Чё-то плохо сфоткала. А, нет, нормально, нормально, нормально. А, ничего. Стоп! Стул! Он же ко мне повернут. Да! Дверь открылась. Окей, хорошо. Там есть кто-то? Нету. У-у-у. У-у-у, мне нужен фонарь. Срочно. Срочно. Так, делаем фотку. Тут никого нету. Нафиг. У меня ведь бесконечные, да, снимки? Что? Что? О, блин! Слушай, что это музыка? Она как бы, знаете, так включается, как будто я уже должен чего-то бояться, но я пока ещё даже не знаю, я не увидел. Вот здесь ничего нету. Во-первых, часы. Нет. Какие-то фотки использовать. Нет. Это фотки, которые я сделал, и мы можем что-то использовать здесь. Мгновенная камера. Нет, 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 нет. Вот здесь мы можем использовать, но не сейчас. Ту картину, которую я нашёл. Погодите. Снимись. А, нет. Фокусы. Ну-ка, фоточка. Блин, хватит. Ничего нету. Окей. Кажется, нам сюда. Нужно картину здесь повесить. Картина деда с фотиком. Есть. Нужно найти гвоздь или что-нибудь, на что можно это повесить. А, чёрт. Всё не так просто. Ну вот здесь. Может быть, мы можем использовать ключ? Нет. Какого? Это здесь было? Здесь? Стоп. Может быть, дверь? Опять появилась, смотрите. Опять это полотно на часах. Здесь ничего нету на этой фотке. Вот. Вот гвоздь. Мешал. Он мешался часам. Теперь он нам поможет. Ты кто? Дед мой прошёлся? Но здесь нет двери. Блин. Музыкальное сопрождение прекрасное. Эта игра оказалась гораздо проще, когда она была в демо. Сейчас она мне прям нравится. Класс. Ой, когда свет гаснет, дед такой неприятный становится. Стоп. Что? Что? Что теперь? Что теперь? Что теперь? Давай сфоткаем деда. Чёрт! Видите? Вон фотка сверху. Дед показывает на меня. На дверь! Он показывает на дверь. Использовать... Судя по всему, вот этот ключ нужно использовать. Да. Да, пожалуйста. Вот. Вот она. Что за чертовщина? Отец занимался здесь. Какой он занимался здесь чертовщиной? Это комната отца? Смотрите. Мэдисон Хейл dumped her victims. Отец говорил, что он занимался починкой дедушкиного дома. Но вместе с этим он расследовал дело этой женщины. Что происходит? Закрой, может быть? Погодите. Это что-то важное. Спички, да? Взаимодействовать. Ключ. Отчего только? Телек. Не работает. Не работает, блин. Ладно, идем сюда тогда. Стоп. А фотки? Черт. Все подергалось. Видите? Все подергалось. Это значит, что-то произошло. Что-то важное я сфоткал. Смотрим. Ни хрена. Все то же самое. Но нет, погодите. Погодите. Там нарисована наверху планета, двойка и капля. Планета, двойка и капля. Планета, двойка и капля. Стоп, а это что такое? В эту дверь. В эту комнату, точнее, дверь открылась. Твою мать. А это что? Мэдисон Хейл. Час 43-летняя серийная убийца. Серийная убийца Мэдисон Хейл была застрелена офицером Расселом, который стал свидетелем того, как она расчленяла своих жертв внутри колодца на своей собственности. Мэдисон была в агоне несколько часов перед тем, как умерла. Даже несмотря на то, что ей выстрелили в живот, убийца сумела оставаться в живых несколько часов. Серийная убийца поймана и убита. Может быть, вовлечено до четырех тел. Полиция нашла изувеченные части тела в ее подвале, который выглядел так, будто был вырван прямиком из какого-то фильма. Как описано. Четыре расчлененных тела были найдены в доме Хейл. По-видимому, четырьмя жертвами были колдовство или психическое заболевание. В доме 43-летней женщины Мэдисон Хейл были найдены доказательства ее психического заболевания, которое, как оказалось, пыталось завершить зловещий ритуал, который включал в себя убийство и разделку людей. Полиция. Короче, это обрывки статей. Погодите, вот еще есть. Офицер Рассел дает показания. Как сообщило отделение полиции, офицер, который окончил жизнь Мэдисон свидетельствует о том, что перед смертью серийная убийца умоляла дать ей ее мгновенную камеру. Предполагается, что 43-летняя женщина фотографировала своих жертв после расчленения. Собор Святого Юпитера, церковь ужасов. После долгой истории инцидентов, Собор Святого Юпитера снова стал причиной ярости и негодования после подтверждения того, что в нем будут проводиться публичные поминки в честь души 43-летней серийной убийцы Мэдисон Хейл, которая в итоге убила четырех человек в прошлом месяце. Поминки будут публичными, с бесплатным посещением для всех желающих. Согласно речам священника, они попытаются осветить душу Мэдисона божественным светом, чтобы дать ей возможность заглянуть во врата рая. Такой спорный момент, да, почему серийные убийцы и просто вот такие вот люди, которые несут зло, достойны рая тоже. То есть они могут принять свет, принять Господа и вроде как все, вроде как им зачлось. Но с другой стороны, это противоречивая тема только потому, что, а что если убийца, приняв Господа, да даже если не приняв, спасет чью-то жизнь потом или много жизни спасет? Как относиться к нему? Заслуживает ли он хоть чего-нибудь? Так, смотрите, это кассета. Мы не можем использовать ее здесь, но... Так, я чисто... Как, знаете, в старых добрых квестах? Ты клацаешь все? А, ну так же, я не заметил замочную скважину, тут можно было и не клацать все. Ну, в общем, вы помните все эти квесты. Так, что-то... Взять? Нахрен... Что взять? Записная книжка Луки. Я взял. А что еще могу взять? Значит, отец... Тот, кто забрал, это у меня. На хранение. Я могу сложить предметы. Стоп, это как в резике. Мы будем использовать эти сейфы. А что, у меня ограничен инвентарь? Я не знаю, нужно ли мне хранить что-то здесь. Ладно, нас приз... Нас призыв... Стоп. Вот, дверь открылась. Нас сюда призывают, а не туда. Дом деда. Я не был здесь с момента его смерти. Кстати, просторненько довольно. Мне нравится такой стиль, когда... Кухня и прям сразу столовая, гостиная, старт. О, блин. О, блин. Должно быть, Буря вырубил электричество. Кажется, у дедушки в подвале был генератор. В подвале. Класс. Прекрасно. Здесь что-то лежит, я не могу понять. Ну-ка, дайте сфоткаем. А, это диктофон. Опа. Дверь в подвал открылась, кажется. А почему я не могу? Мой инвентарь. У меня же есть кассета. Ладно, я не могу. Могу, потому что нет электричества. Походу. Ладно. Тогда... Нет сигнала. Тогда идем туда. Это что? Комната бабушки, дедушки. Нам не сюда. Здесь... Стоп. А, открыто. У-у-у. У-у-у. Это ванная, окей. А-а-а, пахнет ужасно. Должно быть, трубы засорились. Хорошо, давайте сначала включим электричество. И потом будем исследовать... О-о-о, нет. Стоп. Как будто там показалось, что кто-то лежит. Нет, все окей, все окей. Идем в подвал. Я вижу щиток. Ни хрена себе генератор. Стоп, это частный дом? Окей. Давайте что-нибудь... Поднять и поднять все. Оу. Раз. Два. Нет. Раз. А я могу? Я не могу перемещать. Стоп. Ничего не понимаю. Что я должен сделать? Хорошо. Раз, два. Что-то не так здесь. Что-то нужно сделать дополнительно. Ну-ка. Так. Ничего. Оу. О-о. О-о. О, блин. Куда-то очень далеко идем. Тут что-то есть. Я что-то вижу. Стой, пока. Что это? Да. Да, 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 да. Это где часы? О, блин. Кругляшок нужно ставить туда, где часы. Идем. Блин. Сейчас меня. Сейчас меня, да? Как следует, а приходует. Или как? Нет? Привет. Встаем? В смысле нет? Ты сто пудов сюда нужно. Ээээ. Окей. Давайте зайдем в эту комнату промежуточную. Здесь не зря дверь открылась. Виселица. Ты хочешь, чтобы я тебя сфоткал, да? Блин, я ожидал, что кто-то сейчас будет здесь сидеть. Че-то я подзастрял, кажется, да? Нам нужно точно врубить этот рубильник. Эти щитки наверх. Но как, я пока не понимаю. Наверное, для этого нужно походить по другим комнатам, в которых мы еще не были. Это закрыто. Окей, ладно. Здесь ничего нельзя. Но вот сюда можно пройти. Так, смотрите, а... Блин, накрывайся давай. О, это все та же ванная. И здесь у нас... Стой, уберись. Цепи. Может быть, я могу чем-то их сломать. Нет. К сожалению, пока ничем не могу. А это что? Опа. Комбинация вправо, пять влево. Сколько-то вправо и пять влево. Непонятно, сколько вправо. Может быть, шесть? Там написано шесть, видите, вместо G. Наверное. Сто пудов. Я могу? Так я могу это взять с собой? Нет, не могу. Будем считать, что шесть вправо, пять влево. Опа. Блю низ. Блю низ is real. Низ это что, колени? Голубые колени... Существуют? Не понял ничего. Здесь. А, еще комната. Какой большой дом. Что это за место? А, я просто по кругу иду. Понятно, тут круговой дом. Перестань, перестань. Эти звуки. Здрасте, вы у нас ничего полезного не дадите. Ты что-то дашь. Дедушка посвятил всю свою жизнь созданию часов. Здесь... Нет, это просто деталь, которую мы не можем использовать. Нужно найти способ открыть эту дверь. Если я хочу выбраться из дома. Погодите. Вот. Какие-то надо вниз. Те, которые не получается наверх поднять, нужно вниз. Наверх. Наверх. Получилось? Погодите. Кажется, получилось. Есть! Белиссимо! Прекрасно! Ой, стало даже спокойнее здесь как-то. Смотрите. Оп, перестаньте. Вентилятор заработал. Все заработало. Цепи. Сортир что-то закрывает. Вот оно что. Нам нужно найти, чем их прорезать, эти цепи. Чем зафигачить. Смотрите. Да, здесь есть еще цепь. Опять же, нечем здесь перерезать. И что-то только что двинулось. Что-то, блин, только что двинулось. Это ты стул делаешь, да? Ты специально? Ты пытаешься меня напугать? Евгений неспокойен сейчас. О! Вот куда нужно вставлять медальон с Марсом и Юпитером. Нет, не сюда. Что? Картошечка? Путейту растет. Смотрите, это же прям... Это же картошечка. Та самая картошечка, про которую у нас песенка есть. Смотрите, здесь дырка в стене все это время была. О, что я сделал? Что? Это я послушал, получается, да? Здесь. В этой комнате. Надо что-то с часами сделать. Смотрите, и еще подвал есть. Не думаю, что смогу... Что достану слишком высоко, но дверь открылась. Дверь только что открылась. Блин, неприятно. Оно же само крутится? Так должно быть? Сейчас мне нужно отключать электричество. Да, не будем. Давай не будем отключать. Здесь... А я бы и не увидел. Я даже назад не могу посмотреть. Где мы? Да что за потайные ходы? Зачем? О, какая приличная дверь. И здесь закрыто. Ладно, зато будем знать, что здесь есть проход. Погодите, где проход? Как я сюда пришел? А, вот так. Надо подумать. У меня есть... Молоток. Есть кассета. Кассета! Точно! Вот он. Прошу тебя. Есть. Запись номер один, давайте. Внимаем. Даже с момента первого контакта... Уже поздно. Когда демон присоединяет себя к человеку, он становится своего рода паразитом. Он питается носителем, вплоть до того, пока полностью не обладает его душу. В большинстве случаев цель демона вернуться в мир живых. Если ты хочешь оборвать эту связь... Что ж... Боюсь, что это дело не из легких. Я могу долго говорить о различных ритуалах и процедурах. Но самый лучший способ... Повиноваться. Помоги демону получить то, чего он желает. Только тогда демон уйдет по своей воле. Обычно они попадают на земное измерение через определенные объекты, которые они используют как проводники между мирами. Даже если ты позже избавишься от этого объекта... Демон уже наладил нужный ему контакт и уже ходит среди нас. На первых стадиях одержимости... Человек-носитель обычно отстраняется от друзей и семьи. Становится агрессивным, даже жестоким. Это результат духовной борьбы между носителем и сущностью. Оба борются за контроль над смертным телом. Симптомы свидетельствуют об агрессировании одержимости. Это головокружение, тошнота... Последний из которых может быть настолько сильным, что может оставить носителя без сознания на несколько дней. Темная сущность манипулирует носителем с помощью визуальных галлюцинаций и голосов в голове. Это мы одержимы, уничтожая рассудок носителя, чтобы сделать его податливым, послушным. Вот так демон полностью берет жертву под свой контроль. О, и пока я не забыл, в некоторых случаях одержимости насекомые поблизости начинают тебя странно вести. Особенно тараканы. Мой совет, держись подальше от насекомых. Я вижу насекомое, я вижу насекомое. Это просто не может быть. Я не могу быть одержимым. Это должно быть какая-то ошибка. Те фотографии, это нога, это рука. Я не делал этого. Отец думает, что это был я, но я... Я... О, Господи, моя голова... Нет. Красная дверь. Красная дверь. Что за красная дверь? Что со мной происходит? Это то, о чем говорил этот мужчина? Это не может со мной происходить. Смотрите, ну тараканы себя ведут нормально. Открыть записную книжку. Может ли быть это... Дверь подвала? Может быть... Ты мне скажи! Ты уже сказал, ты предположил. Я иду. Я пойду в подвал. А там была красная дверь? А там была красная дверь? Та самая дверь? Я пока не видел, чтобы насекомые как-то себя странно вели. Они вроде бы... Ну, по-обычному бродят там. Значит, одержимость еще не настолько сильная. Пока что только голова болит, галлюцинации. Красная дверь. Все верно. Опа, насекомые. Смотрите. Их стало больше. Они здесь все время были? Фотка! Окей. Она уже открыта. Она опечатана. Колодец! Что? Что это за место? Да, да, да. Это невозможно. Что со мной не так? Посмотрите. Те символы. Я видел их раньше. Да, да, да. Я их видел. Я знаю, что за символы. Сюда нужно положить... Нечто. Хрен его знает что. Пока мы не знаем. Ну, в общем, если... Давайте посмотрим инвентарь. Где наши фотографии? Нам надо их разложить все. Взаимодействовать. Итак. Нет, 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 нет. Я кучу нафоткал всякого хлама. Где там? Вот. Значит, двойка. Марс. Ну, или, точнее, Сатурн больше. Похоже на Сатурн. И капля крови. Тут есть символ двойки? Да, есть символ двойки. Значит, использовать. Как там? Вижу, вижу, вижу. Так же. Просто цифра 2. Есть. Есть. Потом. Здесь у нас капля крови. О, как удобственно. Прям сразу. И... Ну, мог бы теперь можно положить? Нет. Вообще, что я могу сделать с этим медальоном? Давайте его осмотрим. Повернуть. Приблизить можно только... Нет, ничего нельзя. Нам чего-то не хватает. Что-то мы еще не нашли. Погодите. Вот еще один. Да. Что мы сделали? Что мы сделали? Все. Это уже нельзя использовать. Ничего нельзя использовать здесь. Но мы явно решили головоломку здесь. Просто нужно теперь на алтарь что-то положить. Пойдемте найдем это что-то. Стоп! Стоп, 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 стоп. У нас же есть камера. Давайте сделаем снимок, наверное. Нет? Нет? Еще раз. Нет, стоп. Вот здесь. Есть! Все правильно. Так. Уууу. Понятно, здесь была пинтограмма. Вниз идем. Так быстро? Мы же практически ничего там не сделали еще в квартире. Это все? О! Нет! Господи, этот запах! Эта вода отвратительна. Слушайте, эта игра прям сразу началась Сразу мы в каких-то подземельях Обычно с подземельями тянут До последнего Смотрите, что это? Опа, еще одна Очень сильно заржавела Я не смогу ее открыть Опа, что это? Видите? Этого не было, а теперь есть Сейчас я должен Сфоткать эту местность Посмотреть, что здесь есть Окей, здесь ничего нет Мы здесь должны были просто найти эту коробочку Этого не было здесь Секунду назад Ууу, диктофон Экипировать Что я должен с ним сделать? Что? Что я должен с ним сделать? Пока я не понимаю, что с ним делать, если честно Давайте, может, его осмотрим Его, кстати, даже нельзя осмотреть Ну, окей Тогда камера Повернуть, приблизить Нет, ничего нельзя Нет, все, камеры больше нету Мы теперь только можем с этим диктофоном Или это радиоприемник Он бы хотя бы, не знаю, как-то Пищал, мерцал Чтобы было как тепло-холодно Погодите, он и мерцает как раз таки Видите? Тепло-холодно здесь начинается Так, все, быстрее, 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 быстрее Да! Что? Ууу! Окей Хорошо Он продолжает Боже, как это страшно Как будто бы молитвы читает надо мной Боже мой, боже мой Перестаньте А, видите, опять Опять начинает мерцать сильнее Зависит от звука Здесь нужно ориентироваться на звук Видите? Тихо Совсем Громко Вот Слушай, может камеру можно теперь применить Каким-то образом Камеру надо было применять Эй, перестань Перестань, перестань Все Хватит шуметь Что это? Понятно Понятно Айсо маленькое выставил Черт Продолжаем, так понимаю Ловить это существо? Давай Я ничего не увидел Но было страшно Опять? А? А что теперь? Офицер Рассел здесь 17 июня 87 года 5.27 Я вхожу в подвал Мэдисон Хэйл Восемьдесят седьмой? Я вижу какой-то колодец в центре комнаты Похоже, что он открыт Я продолжаю Хочу узнать, что там А я не хочу Я хочу Да Боже Оттуда исходит Просто ужаснейший запах Нам просто Слушай стоять, да? Здесь надо О боже Я не могу Боже Еще хуже то, что Я не могу нихрена Там разглядеть Да, но Я-то здесь как-то стою Уже долго терплю О, черт Кажется, я нашел Пропавших людей Они, они Они все изуродованы Ноги Руки Они Они везде Боже мой, какой-то ужас Не вижу Мэдисон Я не думаю, что она здесь Нужно убраться Отсюда О боже Что мы делаем? Фоткаем? Что это было? Это я сфоткал, проси Кажется, я не одна Тут точно кто-то есть Да, это я Я сфоткал Мне не знать, что ждать Что делать? Идти? Мэдисон? Это ты? Слышите Это я булькаю? Полиция! Покажитесь Это приказ О, нет Бульба Волны Назад Поднимите руки вверх Чтобы я их видела Че? 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 Мне-то что делать? Будет забавно, если это на мне говорит Не подходите ближе Назад Я сказала назад У них же пистолет Стреляй! Нет Опять? Окей Фоткать! У-у-у-у-у-у-у Это не может быть реально Эта странная камера Подлежала той женщине Почему это происходит? Надо посмотреть фотку. Может, хорошая получилась. Пожалуйста, не надо. Блин, ну ёлки. Всё, хватит. Нет, хватит. Не хочу. Хватит. Где мы? Господи. Где я? Опа, куча красных дверей. Что за место? Что это за, блин, место? Это женщина. Возможно ли, что она всё ещё жива? А это была женщина? Я не разглядел, если честно, каких-то признаков. Нет, кажется, не сюда. Мне кажется, не сюда. Не сюда. Нет. Я не уверен, что нужно в темень идти. Ой, блин, как всё палит теперь. Я так напрягся сильно. На... Простите, чё-то я намутил, да? Намудрил, намудрил, намудрил. Извините. Фу. Все двери хором закрылись. О, нет, тараканы. Стоп. Тараканы подсказывают Ширюк, здесь, это здесь Сюда тебе надо Не надо, надо Видали? Я по насекомым понял Чё там? Никого нет Окей, стоп А, всё закрыто Блин, музыка давит Музыка мне давит на уши Или на психику Идём Сейчас мы Нет, это Мэдисон Я думаю, это моя галлюцинация Её не существует Да? А, моя голова Это рука Больно Чердак? Я не понимаю А, моя голова Чердак Почему он сказал про чердак? Кто ему сказал про чердак? Открыть записную книжку Идём в чердак А чердак? Ты где? А где он был? Кстати, я и не помню Я не помню, где был чердак По-моему, где-то здесь Вот он Блин, страх Сейчас я не пройду здесь, да? Я здесь не пройду? Мне придётся обходить? Твою Ну как так? Зачем я не с той стороны зашёл? Я трачу время просто так Скоро меня полностью Одержат Понимаете? Я одержим буду полностью Когда я уже найду какие-то нужные предметы Которые там открывают Цепь, чтобы туалет Можно было крышку приподнять Или чтобы те часы отворить Когда? Чем я вообще занимаюсь в этой игре? Или я иду по какой-то своей сюжетной ветке? Такое может быть? Конечно же, может быть Это же Он огромный Я здесь никогда не был О-ля-ля-ля-ля Смотрите, здесь вычисления Вычисления Чтобы вычислить Опа Так прям выглядывает Как будто на меня Оп Форма этого портрета Довольно странная Читать Джо Винна Максвелл 56 лет Схватить Мы взяли Мы взяли Че дрыгается? А че дрыгается здесь? Неприятно очень Погодите Это же ключ Найс Альберт Максвелл 5 лет Схватить Ууу А-а-а Надо форму Правильную Да? Где этот портрет Женщины? Это не от нее Нет-нет-нет-нет Нет Смотрите 43 Че значит? Че это, блин, значит? 43 Вот сюда нужно Портрет Портрет юнца Это правильно Это очень правильно Да Сфоткаем Ну так На всякий случай А женщину, кстати говоря Надо вот сюда повесить Окей-окей Нужно найти еще Две картины Шестиугольная И круглая Что это? Опа Читать Возраст Это лишь цифра Ты можешь добавить Или отнять Но в конце концов Когда придет время Ты все равно умрешь Да Пессимизма Немножечко Спасибо Вот смотрите Опять для медальона Ну опять И снова Я не могу его использовать Снова Я что-то не понимаю Я что-то упустил Погодите А это что? Я не знаю Я просто подряд Клацаю 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 Может сфоткать надо Вот что это было сейчас? Ладно 43 Без понятия Ребят Без понятия Я даже не знаю Что Вот что Даже близко Не понимаю Что Должен Здесь Использовать Ладно Давайте Отправимся На поиски Следующих Картин Сейчас Это будет Сейчас Это будет Когда Посмотрим Наверх Все это Слышали 43 43 43 43-летняя женщина Была убита Была убита Офицером полиции 43 Офицером полиции Офицером 43 Ей 43 было Ей было 43 Вот что там было описано 43, да? Ну-ка А если сфоткать? Не Тут ничего особенного Не будет, да? Окей Он здесь закрыт Мы нашли ключ Но Надо его осмотреть Отчего это 7 7 7 Написано Мы нашли ключ Нет Отчего-то Я хрен знает Если честно Я не помню Куда нужно втыкать Конечно От спальни Там же сердечко, да? Сердечко Любовь Здесь творилась В этой комнате Самой Что за беспорядок А остальное Тебе вообще Не напрягало, да? Входной ключ Должен быть Где-то недалеко Смотрите Какие-то таблетки Зачем он хранил Это все? Бабушка умерла Очень давно Здесь везде Медикаменты О, блин Перестань Открывай Ага Есть Улика Дневник бабушки 22 марта 72 года Они говорят Что вести дневник Полезно для мозга Что ж Тогда посмотрим Что из этого выйдет 29 марта 72 Сегодня мы Сходили на гаражную Распродажу Около центра Я нашла книгу С очень хорошими Рецептами Джонни вернулся Счастливый И тоже с книгой Он был очень ей рад Это действительно Был хороший день 1 апреля Я проснулась Посреди ночи Опять Клянусь Что-то пялилось На меня Из того угла Комнаты Хорошо Не хорошо, конечно 3 апреля Сегодня Я нашла Свои украшения Разбросанными По всей комнате И свое свадебное кольцо Внутри кухонной раковины Погодите Кольцо В кухонной раковине Запомнили? Я спросил у Джонни Что он искал Но он клянется Что Ничего не трогал 5 апреля Нам снова Пришлось взять Джонни с нами В кровать У него лишь Кошмары Из-за той книги Что мы ему купили Надо признать Что это все Уже немного пугает 9 апреля Все мои драгоценности Опять не на своих местах Я не могу найти Свое свадебное кольцо Это был Самый милый Подарок Что Альберт Мне когда-либо дарил Но сегодня Джонни Не было дома Иногда мне кажется Будто здесь дома Был кто-то другой Кто следил За каждым Моим шагом Альберт Говорит Что Чтобы я не волновалась Он может подумать Что я начинаю Сходить с ума 10 апреля Какое же облегчение Я нашла кольцо В комнате Джонни Честно Я не знаю Что и думать 11 апреля Я совсем не спала Прошлой ночью Я не могла выкинуть Тот глупый рассказ Обезглазым монстр У себя из головы Не знаю Зачем мы купили ему Эту сраную книгу 7 мая Я долгое время Ничего не писала Эти недели Я ходил от одного Доктора к другому У меня что-то не так С глазами Они не знают Что с ними происходит Мое зрение Становится более размытым Каждый день И это очень больно 22 мая Она одержима Она одержима по-любому Боже Доктора говорят Что я потеряла Более 40% Своего зрения За последние недели Мне тяжело читать Писать Смотреть телевизор Даже думать О чем-либо другом Мои зрачки Как будто бы Стираются с моих глаз Стремно звучит 23 мая Я устал от медикаментов Ничего не помогает Я больше не могу Терпеть эту боль Почему это со мной происходит Мне невероятно тяжело Передвигаться по дому Со своими глазами В таком состоянии 28 мая Не могу больше терпеть Эту боль Боже Помоги мне Пожалуйста 2 июня Я очень напуган Я знаю Что в моем доме Кто-то есть Но никто мне не верит Я знаю Что я права Даже несмотря на то Что я не могу Это увидеть Я ощущаю присутствие Кто-то живет Среди нас 3 июня Я знаю Что в доме Кто-то есть Я слышал Какие-то звуки Всю ночь Могу поклясться Что я слышала Как кто-то дышит Пока я ходила За стаканом воды Так тихо стало 26 июня Я потеряла Более 80% Своего зрения Дектора говорят Что они больше Ничего не могут сделать Я больше не хочу Быть одна В этом доме Здесь я Не в безопасности О боже мой Смотрите на почерк 27 июня Мое кольцо Снова не на своем месте Но это не важно Теперь его никто Не найдет Я спрятала его под Под чем Под чем ты его спрятала Под чем Говори бабка Мне нужно А зачем мне нужно кольцо Я не знаю Это просто звуки Она была такой больной Значит 26 июня Элизабет Максвелл Исследование глубины глаз Диагноз катаракты Странный тип катаракта Оба глазных яблока Полностью белеют Пациент постепенно Теряет свое зрение В короткие промежутки времени Повреждение глаза В процентах Правый 95 Левый 87 Мы не можем Мы не можем Не точно сказать Не дать никаких гарантий По поводу того Что происходит С глазами пациента Пожалуйста Продолжайте принимать Назначенные медикаменты Пока мы не найдем Подходящее лечение Следующий визит 26 июля Здесь закрыто Интересно Закрыто для того Чтобы я потом Как-то открыл это Или же нет Опа Здесь заперто А здесь Что это за вещи Это слайды Ты что не знаешь Что такое слайды Пойдем дальше Так вот почему Глаза белые Очень Оу Майгод Смотрите Вот Вот сюда Нужно Эти медальоны Вставить Правильно А вот Уже второй Ой зачем Я вы Видите Здесь Нарисованы Планеты Это что за Это уран И нептун А это земля Судя по всему Давайте Вставим А там Разберемся Ведь у меня Больше нет Такого Нам нужно Еще один Такой найти Я найду Мне кажется Вот здесь Как только Смогу Чем-то Открыть Это Что это Это что Такое Просто А Это штука Чтобы Стена Двигалась Понятно А зачем Мне двигаться Интересно Тут что-то Там есть проход Мы должны Отодвинуть И это отодвинется Как только Мы все Эти Не браслеты Амулеты Вставим Абсолютно все И тогда Все откроется Все тайны Пойдемте Посмотрим На кухню Ну она сказала Что оттуда Уже вытащила Кольцо Кто его знает Она спрятала Под Чем Под чем Ты спрятала Под унитазом Разве что Вот это Вот тоже Непонятно Направо Пять налево Я не понимать Слушайте Это Это Песня Что Теперь оно Открыто Я вижу Кассету Здесь точно Кто-то есть Кто-то стоит Во-первых Кассета Кассета Дай Не могу Ладно Это было Очень жестко Кассету Да Взял Потом Послушаю Веди меня О Как же музыка Здесь хорошо Работает В таком В комнате Папки Моего Батя О Ты Появилась Здесь пожалуйста бона хватит я что сделать перемотала не нужно я не знаю что нужно сделать от тебя фоткать надо там что-то было еще раз а это просто тарелочки смотрите пианино это пригождает дверь входную ну-ка бам нет а вот это бам ну-ка быстрее проявляйся давай найн здесь ничего нету чертова статуя я схожу с ума о поверь мне да поверь мне ты исходишь с ума опять ты слайды ну они у меня есть их у меня полно хорошо здесь будет какая-то подсказка да надо переключить пусть перестань перестаньте умоляю окей бабушка следующий какие фотки неровны до отец что это я не знаю эти фотографии довольно старые я должен что-то сделать 7 а статуя исчезла кстати говоря а а что что что-то было что-то я видел центре блин хватит фоткаем опять статуя ой че сделал верни мне фотку что поймите тут она убрать а это что такое дедушка так и не смирился с ее смертью мне надо успеть сфоткать перестань есть а вот и а вот он амулет смотрите как должны быть расположены марс что-то там еще это венера наверно да и потом юпитер хорошо разберемся идем в ванную блин я туда не пойду а может быть стоит увидели тень убралась откуда эта тень планы это все также нельзя использовать сейчас офис деда ты опять здесь да опять ты смотрите картина найдена отлично на чердак поста как связаться с мертвыми понятно он пытался я все это время мы думали что он сошел с ума но он лишь хотел с ней поговорить снова если тебе нужна комбинация ты знаешь где ее найти на часах на часах а это что так что там повернуть надо 6 вправо и 5 лево но я уже не в ту сторону еще раз раз два три 4 5 6 раз два три 4 5 нет вряд ли это вряд ли нам нужно сути я знаю где найти смысь я знаю где их найти читать контакт 2212 может быть кодом нет вряд ли джозеф авраам лейкстер я читаю рунические карты таро и нахожу контакт с ушедшими близкими в мире духов наставление пояснение направления и результат с помощью таро и рун контакт какой-то лжец хорошо на часах но 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 все хорошо ладно страшно и смотрите здесь значит время покойте а как там выглядит этот код дай посмотрим помогу здесь надо вправо и влево значит нет стоп раз два три 4 5 раз ой нет наоборот раз два три 4 5 6 раз хрень полная ладно давайте пойдемте с амулетами разберемся а а а а нет и тебя ослеплю на ослепительно а мы должны путь проделать большой идем окей ой будет неприятно проглоти слюни евгений башка будешь орать не подавись не хорошо если умрешь во время летсплея окей 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 слушать эта игра очень насыщенная очень много всего здесь происходит много предметов мы будем долго ходить по этим закоулкам по всем этим комнатам и искать что-то чтобы расположить в нужных местах это как квест комнаты получается до escape room да собственно вот давайте попробуем поставить теперь найденный нами амулет последний а вдруг сработает сразу сходу это она нет здесь нужно нормальное знание нашей солнечной системы начиная отсюда вот здесь земля а у нас здесь венера и меркурий правильно значит нам нужно просто вот эти поменять местами забираем забираем кто там звуки издает хватит звуки издавать пошли в жопу э стоп ау да точняк все окей окей да мы нашли мы нашли прогресс чувствуете чувствуете прогресс где мой молоток мы нашли нужную фотографию еще одну картину которую повесим сейчас на чердаке ага да проходим уже ладно все все окей окей así правильно окей кто там звуки сдает перестаньте забираем уу-уу а ну ка покажи мне что тут за секрет значит дедушка пытался выйти на связь с бабушкой с помощью этой штуки это что это кровь а чья кровь приблизить ладо я не знаю ааа окей идем идем на чердак ноу Брось! Сволочь! Ты мне те игры заканчивай! Стоит! Стоит! Это женщина! Стоит голая! Блин, как это неприятно! Кто? Нельзя фоткать, да? Это плохо! У меня камера трясется, когда я фоткаю! Нет! А что делать? Мне надо... На тебе! Ааа! Ааа! Что за херня творится в этом доме? Эй, держи, братан! Вот что творится! И вали быстрее отсюда! Запри где-нибудь! Лучше ослепни! Лучше ослепни! Не смотри на это! Окей, кстати говоря, мы здесь и теперь мы сможем решить эту загадку! Вешаем бабку! Вешаем бабку! Погодите, но что-то явно случилось! Стоп! А, это продолжает, да, здесь... Она всегда здесь тряслось, вертелось! Что дальше? Нам нужно послушать кассету вторую, я думаю! Да, здесь просто 43, здесь ничего такого нету! И нужно будет обязательно все эти часы сфоткать еще раз! О! Окей! Я думаю, на этот раз мы тормознем! Игра, я так понимаю, долгая! Значит, у нас будет несколько эпизодов по ней! Если вам, друзья, понравилось, хотите увидеть больше, чтобы я понял, что мне стоит дальше ее проходить, то поставьте лайк сейчас, пишите комментарии! Не забудьте посмотреть другие хорроры от меня, пока ждете выпуск по этой игре! Вот здесь плейлист, вот здесь другое видос, которое вы можете посмотреть! А я, пожалуй, пойду передохну от стрёма! Огромное всем спасибо, друзья! С вами был Юджин, и всем пять!